Доброе утро, мои дорогие! Ой, какое у меня утро было! У нас тут как в пансионате. Блинчиков нам напекли с утра. Вышла на улицу, пёс подошёл мне, коленку облезал. Господи, давно мне не целовали ноги. Вот, мы едем на садовод. Метро. Метро у нас есть в Симферополе. Погода хмурая. Метро. Метро. Ну вот он, садовод. Ничего себе. Я думала, это так себе рыночек. А тут все очень серьезно. Ну, народу попросыпались после праздника. Я думала, никого нету. Ой, я на птичьем рынке была, девчонки, в 40 лет, когда я покупала здесь в Москве кота своего, рыжика, который потом благополучно у меня 17 лет прожил. Ну, с тех пор уже и на другое место все это перенесли. Вот. Иду, иду, иду. Так, ну ладно. Я-то только за фурнитурой, да. Бусы, если есть. Так-то мне не надо тряпок этих. Они прям за каждым покупателем бегут. Народа-то мало. Пошли сумки смотреть. Меня не интересует ничего. Доведите меня, пожалуйста, до фурнитуры, до бус. Это как в Питере, на Апраксином дворе. Магазины такие. Ничего, ничего не нашла. Распродажи, народ хватает. Ну, не очень здесь, скажем так. Купила я несколько стучек симпатичных. И то, под разборку. Готовых уже. А готовые изделия дороже. А фурнитуры-то так не видать. Боже мой. Каких только корзинок нет. Боже ж мой. И лопаточки. И ботиночки. Ой, и светильники. Он, абажуры. Ой. Я так это всё люблю. Ну вот, наснимала всего на 4 минуты. Это вот на таком рынке можно такое видео снять длинное. А я ну вот, смотришь же по сторонам. Смотрит, смотрит. И никак. Интернет-магазины тут. Надо же. Наши Танюши в здании пошли. Подушку какую-то им надо. А мы идём покупать всё для щенка. Ребята хотят себе купить собаку. Ну, хотят. Они уже там залог внесли за этого щеночка. Сейчас идём. Это щеночки тут. Хозяйка ругается. Хозяйка ругается. Правильно. Чё ругаться-то? Что за народ? Ой, господи. Ой, господи. Лопусёночки маленькие. Эти прелесть какашки. Французский бульдог. Маленький грустный сидит. Лопуська. Ой, а там какие. Той терьеры. Как, господи, спят ангелы. Лапоньки. Ой, какая прелесть. Где, господи? Хорошенький такой. Холодно сейчас. Собак мало. Саня, надо такую, чтобы её мыть можно было. И стирать. Видишь, мама, по пробелу в том, что я не помню, какой он будет сюда вырастить. Господи, на любой размер, на любой вкус. Господи, и одежда. Сапоги резиновые. Господи. Пролон, я думаю, что это не подходит. Ну, наконец, мы уехали. Это самое. Сейчас приедем домой, я вам покажу, что я купила. Ну, там в основном подвески всякие, крупные. Вот. Ну, бедачки потеряла свои красные. Ой, и не могу вспомнить. В рюкзаке есть у меня вторые очки или нет. Ну, без этого никак не получается. Чтобы что-нибудь не потерять. Ну, я и ходила сверху на шапку. Видимо, как-то соскочили. Не знаю, как. Ой, находились там. Это просто... Ноги отваливаются. Погода такая, конечно. Чтобы уже никуда не мокаться. Серость прям сплошная. Я не знаю, что это такое, поэтому не покучаю. Я боюсь. Магазины у них тут. Мы ходили вечером. Вчера. Вот. Это их станция, Томилина. Электричка. 11 минут. И ты в Москве. А так на машине 7 километров до Москвы. Так. Надо за сигаретами сходить, но не скользко тут. Уже так ноги устали, что... Как я умудрилась очки потерять. И очки-то любимые, понимаете? Они такие хорошие, такие крепкие. Потеряла. Сейчас все проверила. Думала, может, сумку положила. Нет. Нет. Ой, рыбища какая здоровья. Встречает нас. Да. Да, мой золотой. Красявчик. Да. Мама там. Там. Где мама? Вон там. Вон она, мама. Вон она, мама. Вот хвостом-то, хвостом-то. Рад. Я едем. Я говорю, сейчас рад будет. Приехали. Вернулись. Коленки мне облизывал с утра. Я вышла. В одной рубашке. Ну вот. Мы вернулись. Ну что, мои дорогие. Сейчас буду вам хвалиться. Вот купила вот такие вот бусины с двумя отверстиями. Ну, это либо для браслетов. У них такой эффект АБ. Аврора Борелиус. Ну, как северное сияние. Вот. Вот купила на браслет. Или как коннекторы использовать их. Для двухрядных, может, украшений каких-то. Но уж блестят. Ну, как я могла мимо-то пройти. Такой близкучести. Так. Купила две пары вот таких серёг. Ну, я купила исключительно из вот из-за этих крупных бусин. По цвету-то у меня, наверное, ничего такого нету. Ну, под жемчуг. Ну, будем искать. Ну, понравились бусины просто большие. Так. Вот такой браслетик. Ну, это всё как материал. Это всё разбирать. Такие бусинки. Вот эти вот тоже. Коннектор на три ниточки. Так. Вот это вообще не знаю, что купила. Не поглядела. Они тоже как коннекторы идут. Или для браслета. Но я почему-то не разглядела. Я думала, они хотя бы, ну, по две одинаковых. Они все разные цвета. Ну, пригодятся. Не пригодятся, подарю кому-нибудь девчонкам. Так. Купила два браслета. Купила я их. Они ужасно мерзко собраны вообще. Я их купила из-за вот этих вот. Ой, даже не знаю, как сказать, что за элементы. Как будто наборная шапочка из шапочек для бусин. Видите? Длинная такая. Я думаю, что пригодятся либо для Серег, либо для окончания какого-то украшений. Я просто вообще первый раз в жизни вижу вот такие элементы. Вот. Там было всего два браслета. Я их и купила. Так, стучит об стол. Так, что еще? Вот такой слон. Я вообще люблю слонов. Ну, и понравился он мне, думаю, как сделать, как подвесочку. В каком-нибудь там... Это опять мои любимые цвета меда. Так. Вот с этим я, конечно, тоже лыханулась. Торопыга-торопыга. Купила брошку, чтобы использовать ее как подвеску. Оказалось, что это пин-брошка. Ну, такая, знаете, как значочки. Ну, ладно, попробуем загнуть колечко. Ну, уж очень мне понравилась такая нежненькая. Думаю, сделать вот с жемчугом что-нибудь эдакое. У нее там сталики... Фу, устала. Так язык уже заплетается. Ну, какие-то кристаллики. Не знаю, там стразики. Понравилась мне вот такая. Так, теперь купила вот такое керамическое украшение из-за вот этих синих крупных бус. Вот тут и черненькие, и беленькие, и синенькие. Буду что-нибудь переделывать. Да, это, конечно, как материал дорого выходит, потому что тут немного. Ну, что делать? Хоть так. Дочерь пришла, слышали? Блин! Так, девчонки, купила еще вот такую. Господи, где? Где начало, где конец сейчас? Вот такой комплект, вот с такой подвеской. Он, нет, не передает свет. Он розовый, такой бледно-бледно-розовый. Вот. Может быть, что-нибудь сделаю. Вот такая необычная. И серьги тут еще как раз и готовые. Так. Вот, очень жалко, что не было розового фламинго. Но фиолетовый тоже такой красивый цвет-то. Вот, что-нибудь сделаю, я думаю, наверное, с силиконом. Оно и на шнурках неплохо смотрится. Но шнурки все-таки в основном коротковаты как-то для нас. Я имею в виду девушек, у которых уже шеи далеко не лебяжьи. Ну, купила, сделаю. А может, она шар куда-то. Ну, в общем, я так беру-то. Очень давно я хотела вот такие перламутровые, крупные вот подвески. Очень давно. Но мне попадались всегда очень дорогие. И как-то я... Ну, а дорогую, ну, купи вот ее за тысячу рублей. Сколько украшений будет стоить? Кто у меня его купит? А тут, значит, сначала купила вот такую с цветком. А потом нашла еще две. Уже без цветков. Так что буду теперь с перламутром делать. Мне очень они нравятся. Они красивые и в то же время легкие. Ну, и натуральный материал-то. Так. Ну, и купила еще одну с кошками на фоне луны. Не знаю, девочки, нравится вам или не нравится такие вещи. Если кому-то понравится, забивайте, бронируйте. Потому что вот только у меня перламутра три штуки. Остальные по одной все. Вот. А я вернусь и буду делать. Так что вот так. Ну, нормально съездили. Да, фурнитуры там нет, конечно, на этом садоводе. Это надо ехать в Севастополь. Я не знаю. Далеко отсюда. У ребят тоже. Они же не просто так приехали сюда отдыхать. У них тоже дела. Ну, в общем, ладно, посмотрим. Я же еще в Питер, надеюсь, вернуться. Вот. Так что спасибо огромное всем, кто досмотрел. А, а еще-то вот что-то. Еще забыла. Вот такие вот. Ну, тут перламутр, видите, вот такого цвета. И вот такого вот. И бусинки стеклянные. Вот. Всем спасибо, мои дорогие. Ну, а я сейчас буду отдыхать. Очень устала. Жалко, очки потерялись. Но у меня с собой еще черные оказались такие же. Так что ничего. Пережитом. Все, мои дорогие. Я вас целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok